Район курортного городка улица Ленина. Работы по прокладке кабельной линии на этом участке уже подходят к завершению. Специалистам уже удалось провести более полутора сотен километров линии. Это половина от общей длины сети, которую необходимо заменить. Всего по олимпийской программе реконструкции распределительной сети в Адлерском районе будет заменено порядка 4000 километров кабельной линии. Прокладка кабеля ведется как открытым способом, с отрытием укладки в трубную канализацию, так и проколом в местах прохождения трасс. Это вдоль всей территории прохождения улицы Ленина, так как это федеральная трасса, и на территории отдельных мест, где невозможно пройти открытым способом вследствие наличия инженерных коммуникаций. Такая картина, например, на улице Лазурной. Быстро завершить работы по прокладке кабеля подрядчикам мешают незаконно подключенные сети. Свои коррективы вносит и погода. Приходится значительную часть, по крайней мере, первую половину дня тратить на откачку воды, искать какие-то повреждения связанные, засыпка, например, траншеи от воды к грунту сходит. А так все идет по плану. Бригады выставляются на объекты. Количество людей достаточное для как раскопки траншей, так и для прокладки кабеля. Что касается трансформаторных подстанций, то электромонтажные работы уже проведены. Сейчас специалисты благоустраивают территорию. Завершить работу в районе курортного городка планируется осенью. А ввод всех объектов в эксплуатацию намечен на конец этого года. Новая распределительная сеть позволит обеспечить бесперебойным питанием все дома от Кудепсты до реки Мзинта. Реконструкция инженерных сетей ведется во всех районах города. На их модернизацию из бюджета всех уровней выделено около 10 миллиардов рублей. Всего по городу будет обновлено более 800 кабельных и воздушных линий и порядка 500 трансформаторных подстанций.